Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о еженедельной награде в дополнении Battle for Azeroth, а именно о сундучках и что же мы будем с них получать. Итак, система Mifig Plus также остается, с системой Mifig Plus мы будем получать аналог силы артефакта, а именно Азерит, для прокачки нашей шеи, а в будущем эта шея за свои уровни будет разблокировать нам различные бонусы на наших Азеритовых вещах. Увы, Азеритовые вещи не имеют вторичных стат, но при этом имеют при себе полезные бонусы, которые весьма неплохо покажут себя для различных персонажей. К примеру, дополнительная косточка для дробления хребта или дополнительное время действия танцующего рунического оружия у рыцаря смерти, ветки, кровь. Но ближе к делу. Апохальных подземелий именно с ключом в текущий момент существует 10 штук. Все идеально, классно. И, по-моему, абсолютно все, да, абсолютно все подземелья эти можно будет пройти в Mifig Plus. Не так, что было в Легионе по типу штурпа Аметистовой крепости. То, что ее можно было пройти только в мифической сложности, а в Mifig Plus ее пройти было нельзя, но аналоги этих вещей могли встретиться в сундуке еженедельном. Это не очень красиво и не очень хорошо на самом деле, потому что вещички там некоторые реально классные. Одна только челюсть ледопасти, чего стоит. Ну да ладно, остается радоваться тому, что есть текущий момент. 10 подземелий, все они могут быть пройдены в системе Mifig Plus. Это просто идеально. Перенесемся к луту, который будет в Mifig Plus. Итак, картинка, которая должна была появиться здесь в текущий момент, но, внимание, вопрос, почему она не появилась? А вот она. Итак, эпохальные ключи. Изначально 10 сложностей. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так же, как и было в самом начале Легиона. Рассмотрим все это повнимательнее. За прохождение 2 и 3 эпохального ключа в конце подземелья, при его прохождении, мы будем получать 345 вещи. С еженедельного сундука мы будем получать 355 вещи. Так же, особенностью мифических сундуков еженедельных будет то, что в луте будет содержаться не одна вещица с еженедельной наградой, а две или три. На самом деле, это все весьма интересно. Дойдет ли это до живых серверов при выходе Battle for Azeroth и при выходе Mifig Plus системы? Весьма интересно. Но если оно так и будет, то да, там будет падать азеритовая броня и будет падать обычный какой-либо шмот и оружие и немножко силы артефакта, то есть азерита. Так вот, эта азеритовая броня будет сопоставима с второго-третьего ключа обычному эпохальному подземелью в плане лута своей азеритовой брони. Четвертый, пятый, шестой мы будем получать 360-й, 365-й награды с еженедельных сундуков, а азеритовая броня, упавшая нам с этих ключей, будет 355-го эквипа, что равняется обычному ульдиру. Ульдир — это первый рейд в Battle for Azeroth, который открывается 5-го сентября. Если 5-е сентября — это среда, то да, я все правильно сказал. 7-й, 8-й, 9-й эпохальные ключики принесут нам 370-й шмот азеритовой брони, что равняется героическому ульдиру. Ну а уже 10-й ключик для, так сказать, экспертов своего дела, способных пройти это в первую неделю, будет ждать 385-я азеритовая броня. Это весьма сильно, и десяточку именно в виде ключа. Желательно пройти при старте контента, при первой неделе открытия MIFIC Plus системы. Это будет реально классно, и если упадет то, что надо, еще с правильными слотами, с правильными, так сказать, талантами, вдобавок, это будет чудно. Ну что ж, сохраните себе эту таблицу куда-нибудь, раскидайте ее куда-либо. Да, этот знак по центру сделан, ну, просто сделан, чтобы было красиво. Если он выглядит некрасиво, дайте мне знать, я его исправлю. Или подвину куда-либо. Всех вам благ, счастья, здоровья. Хорошего вам лута в текущем контенте и в будущем. Не болейте, берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok